Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ну вот мы сегодня начнем с первой, самой общей и поэтому самой трудной лекции Это общие соотношения и идеи, связанные с описанием распространения света в веществе Сейчас будет довольно формальная вещь, которая будет работать при разном наполнении Надо потом будет еще математике сказать, как вещество устроено Мы сейчас, после того, как напишем общие формулы, вещество будем считать набором атомов с привязанными электронами на пружинках Это примитивно Тем не менее, почти все эффекты классической оптики не здесь и видно После этого произойдет некоторое прозрение И станет понятно, что вещество надо будет описывать в каждой отдельной атомной языке квантовой механики И тогда вот в эту матрицу, которую мы на этой лекции подготовим Надо будет вставлять уже то, что будет получаться из квантовой механики И как ни странно, очень часто будет получаться как и то же самое Ну вот сейчас у нас вообще достаточно-достаточно общий будет разговор И первый вопрос здесь будет называться Учет связанных зарядов, точка, динамическая поляризуемость атомов и молеков Учет связанных зарядов, динамическая поляризуемость атомов и молеков Ну понятно, что если мы переходим к веществу Надо снова писать уравнение Максвелла Да, вещество мы будем считать вакуумом В котором есть немного электронов и положительных ядер Ну и тогда надо в уравнениях Максвелла вспомнить, что есть заряды и точки Ну тогда у нас есть первое уравнение Говорящее о том, что дивергенция Е теперь уже не ноль А 4П на плотность зарядов Вообще говоря, плотность всех зарядов А все заряды делятся на свободные заряды, которые дали нам в условиях задачи И на заряды, которые появились в веществе За счет того, что атомы поляризовались и у них заряды раздвинулись Да, кстати, помните, было два основных механизма поляризации атомов и молекул Это электронная, когда смещались электронные облака И возникали дипольные моменты И это ориентационная Когда атом был уже диполем, молекула скорее И она просто поворачивалась в электрическом поле У нас поля очень быстро меняющиеся Поэтому, как правило, молекулам частотах оптических никуда повернутся Поэтому как бы у нас главная поляризация была электронная А ионная она медленная Так вот, мы будем считать, что никаких зарядов отдельных у нас нет У нас есть просто вещество И там, если и есть заряды, то наведенные Наведенные или поляризационные заряды мы когда-то обозначали в трех Ну, дивергенция В0 Ротор Е Это минус единица на СДВ по ДТ Но я напишу немножко по-другому Я напишу плюс единица на СДВ по ДТ А это равно 0 Сейчас объясню, почему мне так хочется написать Ну и последнее уравнение ротор В Там было 4П на С на плотность токов Плюс единица на СДЕ по ДТ Ток смещения Максвелла Так вот, ток смещения Максвелла я перенесу в левую часть И напишу минус единица на СДЕ по ДТ А справа оставлю 4П на С на плотность тока Значит, токи у нас были трех типов Свободные токи, которые текут по проводам Но к оптике это вроде не имеет значения особого Дальше есть молекулярные токи Это когда электроны летают вокруг атомов Крутятся вокруг своей оси, давая там спины и все Эти токи мы обозначали штрих И были те токи, которые следовало бы назвать токами смещения А не это, как сделал Максвелл Ну уж, поскольку Максвелл придумал ему и право называть Но были еще токи, когда у нас меняется электрическое поле А электронное облако привязано к атому непрочно И в переменном поле облака начинают скачаться Зад-вперед И это не что иное, как переменный ток Это ток смещения электронных облаков в атоме в переменном поле Это и есть настоящий ток смещения Но Максвелл током смещения вот другое слагаемое Ну вот, теперь надо решать такую систему уравнений Сразу скажу, что все магнитные эффекты У нас, помните, был диамагнетизм Парамагнетизм и феромагнетизм И все мы эффекты, связанные с молекулярными токами Прятали, превращая это слагаемое в 4П Ротор вектора на магниченность И это слагаемое мы переносили сюда Ценой превращения вектора В в вспомогательный вектор А И В, и А были связаны через Ню Для Диа и парамагнетиков Ню практически порядка единицы Ну, у Диа, значит, чуть меньше единицы У пары чуть-чуть больше А Ню сильно отлично от единицы Только для феромагнетизма Но феромагнетизм был связан с доменной структурой Там, помните, около границ Магнитные моменты переворачивались Домены там росли в магнитном поле Но вы понимаете, что это жутко медленный эффект Перестройка доменной структуры Она происходит на секундах, миллисекундах Уже не на микросекундах Но не на фемтосекундах Не на 10-15 Поэтому никакой феромагнетизм на оптических частотах не работает А Диа и пара вдают практически единицы И поэтому мы молекулярными токами вообще заниматься не будем Может быть, для радиофизиков, у которых частоты не такие большие Магнитные эффекты и успевают сработать В оптике они работать не успевают Поэтому никакого вектора H у нас не будет У нас останется нормальный физически обоснованный вектор B Который аналогичный вектору E Вектор H нам не понадобится Но, тем не менее, про это мы с вами забыли Но остались у нас наведенные заряды И токи раскачивающихся электронных облаков атома Но вот теперь возникает вопрос Как теперь решать эту задачу Я специально сделал так Что записал неизвестные E и B слева Это поля, которые надо сосчитать А справа у нас имеются источники полей заряда и токи Так вот, такую задачу можно решать методом последовательных приближений В статистике нулевого приближения Можно попытаться рассчитывать электрическое и магнитное поле В электромагнитной волне без учета наведенных зарядов Наверное, если у нас вещество, особенно газ А не конденсированное вещество То вклад этого, наверное, не сильно большой Поэтому и поле E И поле B Зависящие от R, T Ну, лучше от T, R Мы от T раньше пишем зависимость От T, R Мы будем искать в нулевом приближении Как поле E От R От T, R И B От T, R В вакууме Это будет нулевое приближение Оно очень плохое Но в первом приближении веществе свет бежит так же, как в вакууме Но если мы это поле сосчитаем То, зная, как устроен атом Мы можем это делать сейчас примитивно на языке атомов Томсона В квантовой механике это делается куда более изощренно Мы можем сосчитать, что будут делать электроны в атоме, когда есть внешнее поле А если мы это сможем сосчитать Мы сможем сосчитать, какие наведутся дипольные моменты Какие появятся заряды и какие появятся точки И тогда Мы попытаемся сосчитать добавку к электрическому и магнитному полям За счет появившихся зарядов, которые мы сосчитали Тогда у нас появится уже уравнение для добавки полей неоднородное С известной правой частью А правую часть мы будем считать, зная поля нулевого приближения Плюс наше представление о том, как устроен атом Дальше это надо все собрать и сосчитать Но после этого надо добавить добавочные генерируемые поля Которые генерируются зарядами и токами Е1АТР и В1АТР и Т Конечно, эти поля будут малы по сравнению с полями нулевого приближения Но после этого мы спохватимся Что на самом деле Атомы будут чувствовать не только поля нулевого приближения Но и поля первого приближения И на эти поля они тоже откликнуты своим движением Тогда мы посчитаем следующую итерацию Для плотности зарядов и токов А по ним следующую итерацию для полей И так далее Пока либо не достигнем желаемой точности Исходимости этой операции Желательно, чтобы на каком-то этапе дальше Уже почти ничего не менялось Или пока у нас не кончится компьютерное время Или пока сама программа и выкладки не станут такими объемными Что программеры откажутся от программирования Сами понимаете, что это крутая задача для компьютерного счета Очень крутая Такая крутая, которая программерам, как правило, и не снимут До сих пор В лучшем случае добираются До второго приближения Как правило, все делают нулевое приближение и первое И мы с вами в конце курса Первое приближение должны будем сделать Дело в том, что у этого способа есть альтернатива Которая позволяет получать результаты не численным счетом, а аналитически Но она работает только в том случае, когда атомы линейны Когда их отклик на сигнал линейный Если отклик оказывается... Ну, понятно, что любую функцию и отклик можно разложить в ряд Тейлора И первое слагаемое будет линейное Второе – квадратичное, следующее – кубичное и так далее Если можно ограничиться линейным откликом Тогда можно сделать все аналитически И тогда численный счет не нужен Когда мы дойдем до нелинейной оптики Там не будет возможности делать что-то аналитически Вот так замкнуто, как мы сейчас это будем делать Там придется делать метод последовательных приближений Но первую итерацию, как ни странно, можно даже сделать почти руками Но это будет достаточно кровавая работа Мы же сейчас ограничимся только линейным откликом И тогда можно построить некоторую достаточно вразумительную И самосогласованную аналитическую теорию того, что будет Я напомню, что в электростатике Вводился такой интересный вектор П Который определялся А у нас почти электродинамики не было с вами Мы только в самом конце чуть-чуть уравнение Максового затронули А ведь все вещество и в магнетизме, и в электростатике Мы в статике только рассматривали Так вектор П определялся как средний дипольный момент единицы объема То есть произведение концентрации на средний дипольный момент атомов Но я здесь напишу средний дипольный момент И теперь я должен умножить на концентрацию атомов Очень хочется написать Н маленькое Но вот теперь придется наступить себе на горло и поменять обозначение Н маленькое в оптике традиционной Это показатель преломления Поэтому теперь у нас концентрация атомов будет Н большое А количество атомов Н большое вот такое Которое будет равняться произведению концентрации атомов на объем Но вернее не так На самом деле это будет интеграл от концентрации атомов от R По D3R Далее в электростатике была теорема о том Что дивергенция вектора П Равнялась минус плотности связанных зарядов Я напомню, что при доказательстве этой теоремы Мы пользовались только законом сохранения электрического заряда И поэтому Хоть в электростатике, хоть в электродинамике Эта теорема выживает Закон сохранения заряда На любых частотах он все равно живет Это означает Что в первом уравнении Мы можем написать Что дивергенция Е Равняется не 4ПРО штрих А минус 4П Дивергенция П Перенести это все в левую часть И тогда неоднородное уравнение для дивергенции Е Превращается в уравнение дивергенция Е Плюс 4ПП Есть 0 Формально уравнение стало однородным Правда оно стало однородным Дорогой ценой Мы к вектру Е Прибавили вектор поляризации Естественно, как и в электростатике Мы теперь эту сумму назовем вектором D Е плюс 4ПП Будет называться вектором D Ну и тогда Это уравнение превращается в утверждение о том Что дивергенция вектора D Это 0 Ну что, неплохо Правда, у нас есть еще плотность токов Я напомню, что плотность тока Любого тока Это величина заряда носителя На концентрацию заряда На среднюю по ансамблю Скорость движения зарядов Или Ку на Н На среднюю по ансамблю Производную радиус вектора Задающего положение электрона Относительно атома Средняя по ансамблю Относительно ядра У нас электроны привязаны пружинками Они далеко не вылетают Теперь, если я Ку Протаскиваю сюда То произведение Радиус вектора Центра облака Насколько оно сместилось На Ку Это дипольный момент Поэтому у нас с вами получается Произведение концентрации На скорость изменения во времени Дипольного момента Но концентрация на дипольный момент Это вектор П Итого получается Частная производная От вектора поляризации По времени Ну а тогда Записав эту штуку Как единица На С 4П ДП По ДТ Я быстренько Это слагаемое Перенесу сюда Со знаком минус Оно здесь окажется И оказавшись со знаком Минус И тут со знаком минус У меня появится Единица на С Вынесется Е Под производный по времени Е плюс 4ПП А это вектор Д И это уравнение Превратится В утверждение о том Что ротор Б Плюс Минус Единица на С На скорость Изменения вектора Д по времени Есть 0 В результате Таким хитрым действием Мы с вами Убрали Источники поля И у нас Система снова Стала однородной Дивергенция Дивергенция Снова 0 Дивергенция Б Снова 0 Она и была 0 Так и осталась Ротор Е Плюс Единица на С ДБ По ДТ 0 И ротор Б Плюс Нет Тут у нас Плюс А здесь Минус Единица на С ДД По ДТ 0 Отлично У нас Получилась Однородная Система уравнений Правда Теперь Эта система Уравнений Не для двух Переменных А для трех Е Д И Б Если раньше В вакууме нам Хватало Уравнений Максвелла Чтобы исключить Из двух Векторов Один И получить Уравнение Деламбера Волны Для каждого Из векторов Е И Б То теперь Этот фокус Не пройдет У нас Три вектора Поэтому Надо как-то Связать Вектор Д И Е Но связь Д и Е Это мы знаем Д Это Е Плюс 4ПП Но тогда Надо иметь Связь П и Е Тут вспоминаем Что П Это Концентрация На Д Средняя По ансамблю Теперь Возникает Проблема Связать Д и Е Собственно Эта проблема Была и в электростатике И в электростатике Мы писали Что Дипольный момент Есть линейная Функция Электрического Поля А коэффициент Пропорциональности Мы называли Поляризуемостью Молекулы И было два типа Поляризуемости Электронная И ориентационная Договорились Нас сейчас Ориентационная Будет вряд Не сильно Волновать Только вот Теперь-то Все немножечко Не там Дело в том Что Если сейчас Электрическое поле Какое-то А раньше Оно было Гигантским То может быть Раньше Электрическое поле Вообще Разрушило Молекулы И тогда Сейчас Никакого Дипольного момента Не будет Это я к тому Что когда Поля Меняются Во времени Значение Дипольного момента Сейчас Зависит от Электрического поля Не только сейчас Но и во все Предшествующие Моменты времени С момента Большого взрыва Если так и будет Это означает Что теперь Когда у нас Д и Е Стали функциями Времени То Д От Т Зависит от Значения Е Во все Предшествующие Моменты времени Дальше возникает Вопрос Как это Моется Тематически Записать Наверное Дипольный момент Сейчас Можно представить Как интеграл По времени От минус Бесконечности До настоящего Времени От Значения Поля Во все Моменты Времени От минус Бесконечности До сейчас Но Естественно Дипольный момент В разные Моменты Времени От поля Будет Зависеть По разному Поэтому Здесь Будет Некоторый Коэффициент Зависящий И от Времени Сейчас И от Времени По которому Мы интегрируем Наверное На дипольный Момент Сейчас Больше Всего Влияет Поле Сейчас А чем Дальше Значение Поля В момент Истории Тем оно Влияет На дипольный Момент Сейчас Наверное Все Меньше Поэтому Наверное Альфа От Т Т Штрих Максимально Если Т Штрих Равно Т А когда Т Штрих Сильно Отличается От Т Оно Становится Маленьким Наверное На то Если уж Мы не сильно Разрушили Молекулу А она Все таки Осталась Живой Наверное Какое поле Она чувствовала Миллион лет Тому Назад Сейчас Наверное Молекуле Не очень Важно То есть Когда Т И Т Штрих Сильно Отличаются Альфа Наверное Стремится К 0 Ну вот Здесь Можно строить Большую Науку Такие Функции В неравновесной Термодинамике Называются Функциями Памяти Системы Память Она Короткая Она убывает Со временем Так сказать Система Лучше всего Помнит Себя Сейчас Но я бы хотел Обратить ваше Внимание На то Что сейчас Поляризуемость Если раньше Она была Константой Теперь Поляризуемость Превратилась В интегральный Оператор Это Некоторая Математическая Операция Требующая Интегрирования От минус Бесконечности До Т В общем Случа Но это Еще не Все Дело В том Что молекула Может быть И не затрону И на поле Так Она будет Откликаться По разному В зависимости От того Как поле И молекула Ориентированы Друг относительно Друг Мы знаем Как это Математически Описывается В этом случае Появляются Матрицы Или тензоры Поэтому Здесь В общем Случае Надо поставить Еще домик Таким образом Теперь Динамическая Поляризуемость Атома Превращается В тензорный Интегральный Оператор Но что поделаешь Так устроен Мир Сами понимаете Особенно Видя сейчас Ваши Воодушевленные Лица Вы Не Чувствуете Наверное Сейчас В себе Достаточной Математической Квалификации Чтобы Серьезно Работать С такими Математическими Объектами Почему-то Мне кажется Что У вас Этой Квалификации Нет Достаточно Хотя Те Кто Занимается Сегодня Настоящей Статистической Физикой Термодинамикой И вот Они Этим Занимаются Однако Есть Идея Если А здесь Мы это Уже Предположили Это Линейный Оператор То Интеграл От Суммы Равен Сумме Интеграл Значит На самом Деле Это И не Линейный Оператор Здесь Не Только Линейная Будет Линейная Поляризуемость Плюс Квадратичная Поляризуемость Где Е Будет Стоять В Квадрате Плюс Кубичная Поляризуемость И так Далее Этот Оператор Надо Еще Вряд По степеням Е Разложить Но мы Будем Считать Что Можно Ограничиться Линейным Приближением И тогда Этот Оператор Будет Его Действие Будет Равно Сумме Действий На Каждый Из Слагаемых И Вот Тогда Т Е От Т Мы Можем Разложить В Сумму Монохроматических Поляризуем И Написать Что Е От Это Сумма Или Интеграл А лучше Суперпозиция По Всем Частотам Е От Омега На Е В степени Минус И Омега Т По Д Омега Итак Любое Поле По Теореме Фурье Можно Рассматривать Как Суперпозицию Монохроматических Полей А если Оператор Линейный То Отклик На Сумму Или На Интеграл Или На Суперпозицию Будет Сумма Интеграл Или Суперпозиция И Тогда Возникает Идея А давайте Посмотрим Как Дипольный Момент Откликнется На каждую Монохроматическую Составляющую А потом Сложу А чем Лучше Считать Отклик Дипольного Дипольного Момента Монохроматическую Составляющую Чем На черт Знает Что По Дум Причине Во-первых Мы знаем Что Если На какую-то Линейную Систему Имеется Гармоническое Воздействие То Откликом Система На гармоническое Воздействие Будет Что Гармонические Колебания Когда Система Выйдет На стационарный Режим Нет Вначале Там будут Биения Вначале Система Будет Дергаться На частоте Внешнего Воздействия Плюс На частоте Собственного Вспомните Как Устроено Решение Неоднородного Дифференциального Уравнения Обыкновенного Там Есть Решение Однородного На собственной Частоте Колебания Плюс Неоднородного На частоте Внешнего Но Поскольку У системы Всегда Есть Силы Типа Трения Диссепутивные Силы То Колебания На собственной Частоте Оказываются Затухающими И Через Некоторое Время Система Начинает Колебаться Только На частоте Внешнего Воздействия И тогда Колебания Становятся Гармоническими Но Поскольку Мы Внешнее Воздействие Раскладываем На гармонические Функции Которые Существуют Во времени От минус До плюс Бесконечности Смотрите Как здорово Это От Т Может Существовать На конечном Времени А Его Фурье Суперпозиция Каждая Гармоника Существует На бесконечном Интервале Времени То Откликаясь На бесконечную Гармонику Из гармоник Существовала Всегда Система Уже Поборется И Победит Все Биения И выйдет На гармонический Открыт Собственное Решение Однородного Уравнения Уже умрет И у нас Будет Решение Только На чистоте Вынуждающейся Это Означает Что Дипольный Момент Который Будет Составляющая Дипольного Момента Которая Будет Я Виктор Забыл Написать Откликом На поле На чистоте Омега Будет Колебаться На чистоте Омега Это будет Д с ноликом На Е в степени Минус И Омега Т И Этот Отклик В случае Линейной Системы Будет Пропорционален Возбуждающей Силе И у нас Здесь Будет Е с нолик Е На чистоте Омега На Е в степени Минус И Омега Т А коэффициент Пропорциональности Будет Называться Поляризуемостью Молекулы На чистоте Омега Поскольку При вынужденных Колебаниях Линейная Система Совершает Колебания На чистоте Внуждающей Силы Тогда Переходные Процессы Умерли А они Давно Умерли С момента Большого Взрыва Прошло Много Время Только Есть Одна Беда Вынужденные Колебания Происходят На чистоте Вынуждающей Силы Но не всегда В фазе Помните Сила Может Меняться Так А вынужденные Колебания Могут Опережать По фазе Могут Оставать Вообще Тогда Здесь Было Косинус Омега Т А у Дипольного Момента Было бы Косинус Омега Т Плюс Фи Но мы Пишем Комплексную Область И фазу Мы куда Пишем В виде Отдельного Экспоненциального Множителя Поэтому Здесь Будет Еще Фазовый Множитель Который Для каждой Частоты Свой Но Чтобы Не писать Отдельно Фазовый Множитель И Коэффициент Поляризуемости Мы Загоним С вами Фазовый Множитель В поляризуемость И теперь У нас Поляризуемость Молекулы Будет Комплексная При этом На каждой Частоте Поляризуемость Будет Своя Помните Явление Резонанса На собственной Частоте Систему Сильно Раскачивают А на чужих Частотах Ее Раскачивают Слабо Поэтому Теперь У нас Поляризуемость Это функция Частоты При этом Комплексно Значенная Функция Частоты И вообще Говоря Если у нас Есть Анизотропная Молекула Это еще и Тензорная Частота Поэтому Здесь у нас Будет стоять Альфа От омега Тензорная На Е От омега На Е В степени Минус И омега Т А альфа От омега На самом деле Это будет Альфа Штрих От омега Плюс И Альфа Два Штриха От омега И оба Тензора Но господа Комплексно-значная Функция Частоты Являющейся Тензором Это всего лишь Матрица 3 на 3 Каждый элемент Который Представляет С собой Комплексную Функцию Частоты 9 Комплексно-значных Функций Частоты Поверьте мне Это в тысячи Раз проще Чем Интегральный Тензор Это настолько Проще Что это Даже не бесполезно Пытаться Рассказать Студентам Лучшего В Санкт-Петербург Университета В области Физики По рейтингу Петербургской Экономической Школы В серьезных Физических Университетах Санкт-Петербурга Занимаются Интегральными Операторами Я не думаю Что петербургская Петербургская Поэтому Из плоских Монохроматических Волн И во времени Можно сложить Все что мы хотим И в пространстве Можно сложить Все что мы хотим Поэтому С этого момента Мы будем считать Что тройка векторов Е От ТР Б От ТР И Д От ТР И эту тройку векторов Мы объединим В один супервектор С тремя компонентами Каждый из которых Это трехмерный вектор Таким образом У нас теперь Все электромагнитное поле Описывается Вектором Девятимерном Интернет-пользователи Ужасно плохо Относятся К пространствам Многомерным И к искривленным Пространствам Один пользователь Написал Эйнштейн Конечно Ошибался Поскольку Я не могу Себе Представить Пространство То есть Полную пустоту Которая Искривлена Такого Быть не может Я ему ответил Посмотри на свое Состояние Качественной коробки Там полная Пустота И кривая Можно У нас сейчас Не искривленный У нас Обычное Эвклидово Девятимерное Пространство Спасибо Так вот Мы будем Искать Решение В виде Е с ноликом На частоте Омега Б с ноликом На частоте Омега Д с ноликом На частоте Омега На Е В степени И К Р Минус Омега Т Мы будем Искать Решение В виде Плоских Монокроматических Волл Для всех Трех Векторов Тогда Если Вспомнить Все наши Обозначения Вектор П На частоте Омега Это будет Концентрация Молекул На средний По ансамблю Не по времени А по ансамблю Молекул Дипольный Момент На частоте Омега Это будет Равняться Концентрация На средний По ансамблю Поляризуемость На частоте Омега На Е С ноликом На частоте Омега На Е В степени И К Р Минус Омега Т Омега Будет Равняться Е На частоте Омега Плюс 4ПП На частоте Омега Омега Единица Плюс 4ПП На концентрацию На среднюю По ансамблю Динамическую Поляризуемость Динамическую Динамическую Будет комплексно Значен И поэтому Будет Эпсилон Штрих От омега Плюс И Эпсилон 2 штриха От омега Итак Теперь Диэлектрическая Проницаемость Это матрица 3 на 3 Каждая Компонента Который Это комплексно Значенная Функция Чистая Теперь Естественно Если мы Перешли К плоским Монохроматическим Волнам То у нас По-прежнему Д по ДТ Превращается В умножение На минус И омега Она была Превращается В умножение На ика